Это Итоги. Меня зовут Лаура Жакупова. Добрый вечер. Нурсултан Азарбаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности. Выступая на церемонии публичного подписания, глава государства отметил, что за годы независимости частная инициатива и свободное предпринимательство стали ключевыми факторами экономического развития и роста благосостояния республики. Уважаемые соотечественники, за годы независимости мы работали над тем, чтобы создать прочные инициативные основы рыночной экономики, куда мы сейчас перешли. Частное предпринимательство стали ключевыми факторами экономического развития и роста благосостояния страны. Ярким символом успешности и эффективности наших реформ, как видите, является Астана, где наш бизнес очень хорошо поработал. 20-й юбилей столицы отмечает весь Казахстан. Это наш большой общий успех. Новым шагом системной поддержки бизнеса станет подписываемый мной сегодня закон. Парламент его принял. Он называется «О внесении изменений, дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности». Он такой длинный, но он имеет очень большую значимость и суть. Главная цель вносимых изменений – это либерализация дальнейшего законодательства в сфере регулирования бизнеса. Законом предусматривается сокращение государственных контрольных функций в целом на 30%. Важная роль отводится Институту профилактического контроля, который будет предупреждать правонарушение. Упорядчивается услуги естественных монополий. Квази государственным секторам предусматриваются меры по фронтальному снижению издержек бизнеса. Исключаются нормы, препятствующие конкурентоспособности. Всего законом вносится порядка тысячи поправок, 14 кодексов и 109 законов. Вот такая огромная работа проделана по работе над проектом этого закона. Логика всех этих преобразований полностью соответствует главному нашему стратегическому курсу. Создать максимально благоприятные условия для развития и малого, и среднего бизнеса. Сегодня крайне важно открыть все возможные шлюзы для усиления деловой активности и вовлечения в предпринимательство широкого круга людей. Такими масштабными мерами мы тоже формируем условия для укрепления глобальной конкурентоспособности отечественного бизнеса. Основа сильного государства составляет динамично развивающаяся экономика и мощный предпринимательский класс. Главные соединительные силы общества. Об этом я говорю постоянно. Только эффективное партнерство между государством и бизнесом откроет перед Казахстаном реальную перспективу вхождения в число 30 самых развитых стран мира. Это наша цель. Уверен, принятие закона станет новым серьезным стимулом для усиления предпринимательской деятельности в стране на благо процветания всего нашего народа. И хорошо, что он принимается в момент, когда мы оставляем пять социальных инициатив, о чем я говорил. Сейчас разворачивается строительство ипотечного жилья для малообеспеченных, начнутся строительства обширития для студентов, обеспечивается увеличение микрокредитов и так далее. Все это огромная возможность для бизнеса, в том числе и приватизация объектов разгосударствования. Поэтому я еще раз призываю всех казахстанцев заняться делом. Сегодня кто работает, он сможет и получить ипотечное жилье, и обучиться в университетах, и увеличивать благополучие своих семей, своей жизни. В условиях Казахстана кто работает, тот не может плохо жить. Во-первых, безработицы не может быть, потому что у нас не хватает. Вопрос не в том, что работу дать, вопрос сегодня профессии. Сегодня все ищут профессионалов, умеющих свою работу. Плюс то, что мы второй год уже осуществляем программу, первую профессию для всех молодых людей, этим надо пользоваться. То есть сегодня нужен человек, который имеет профессию, умеет работать, а не вообще пристроиться и считать, что он имеет работу. Поэтому я прошу всех присутствующих здесь руководства правительства, моих помощников и Атамикен, взяться за это дело, разъяснить, особенно бизнес-сообществом во всех областях, и пользоваться своими правами на благо собственного бизнеса и на благо нашей страны. Желаю успеха. Подписываю документы. Закон очень важный. Документам вносятся около тысячи поправок, 14 кодексов и 109 законов. По словам президента, эти преобразования соответствуют главному стратегическому курсу нашей страны создать максимально благоприятные условия для развития бизнеса. Вводится инструмент профилактического контроля вместо стандартного контроля. То есть, говоря простым языком, если сейчас проверяющий в любой отрасли приходит на предприятие, проверяет и выписывает автоматический штраф, то теперь этот инструмент будет реформирован. Проверяющий приходит, находит нарушения, они фиксируются в протоколе и даются разумный срок для исправления этих нарушений. В случае, если нарушение значительное, возможно повторная проверка. В автоматическом порядке административный штраф выписываться не будет. То есть, это партнерские отношения регулятора и предпринимателя. Система обязательных информационных инструментов. То есть, сейчас порядка 1600 различных документов, видов отчетности предоставляется бизнесам. Они во многом дублируют друг друга, во многом не нужны, устарели уже. И данным законом предусматриваются их сокращения, во-первых. А во-вторых, фиксирование в едином нормативном правовом акте и возможность расширения перечня будет только по согласованию с правительством. Очень основательно поработан этим законопроектом. Он включает пять направлений. Самое главное, одно из направлений – это дирегулирование. В первую очередь, касается контрольно-отзорных функций государственных органов. Здесь достигнуты серьезные послабления для бизнеса. Оно делается для того, чтобы снизить давление на бизнес. Из более 500 сфер контроля треть будет сокращена. 50% всех из 30 тысяч требований к проверкам будут сокращены. 85% в области санитарно-эпидемиологического надзора. Поэтому фактически ожидается, что по итогам этого законопроекта только к концу 2018 года, фактически после вступления, в течение года мы ожидаем, что на 30% будет сокращено количество проверок. Сейчас по итогам 2017 года чуть больше 100 тысяч проверок. Уже к 2018 году мы ожидаем 70 тысяч. И дальше будет по 10% ежегодно снижаться после принятых поправок. Изменения и дополнения значительно улучшат условия для ведения бизнеса, снизят административные барьеры, ну и в целом улучшат бизнес-климат в стране, пояснили в Министерстве национальной экономики. Согласно поправкам, из предпринимательского кодекса исключаются 20 сфер контроля. Согласно им госорганы начинают, которым проверки. Новым законом регламентируется продлевать, приостанавливать и возобновлять проверки только один раз. Также сокращаются сроки проведения проверок. Сегодня сроки выборочных проверок, потом проверок по особому порядку, составляют 30 рабочих дней. Они сокращаются ровно наполовину, до 15 рабочих дней. Внеплановые проверки, когда обращаются потребители в отношении какого-то объекта, составляют также 30 рабочих дней, и они сокращаются на треть, то есть до 10 рабочих дней будут проводиться. Цифровую повестку в ЕАЭС обсудили на открывшемся сегодня Петербургском международном экономическом форуме. Это наиболее крупная экономическая конференция в России, которую еще называют «Русским Давосом». Как и Астанинский экономический форум, он входит в пятерку крупнейших ежегодных деловых площадок мира. В этот раз в нем участвуют 15 тысяч гостей из 100 государств. За работой форума следит наш собственный российский корреспондент Дана Нуржан. Она выходит с нами на связь. Добрый вечер, Дана. Чем интересно нынешнее петербургское мероприятие? Добрый вечер, Лаура. Правда, в Петербурге еще день. Экономический форум в самом разгаре. Недавно состоялось его открытие. Главная тема в этом году – от Атлантики до Тихого океана создавая пространство доверия. Все внимание участников приковано к инвестиционной активности. Ведь «Русский Давос», как его еще называют, отличается практической направленностью. Здесь традиционно подписывают контракты и соглашения. При этом его повестка значительно перекликается с Астанинским экономическим форумом, который прошел недавно. Здесь также обсуждают глобальную экономику в эпоху изменений. Беседуют на тему будущего науки и технологий. И очень много внимания уделяют цифровизации во всех отраслях экономики. Так, например, прошла сессия, посвященная цифровой повестке Евразийского экономического союза. О цифровизации в Казахстане рассказал первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин. Он привел такие данные. В 2010 году в индексе сетевой готовности от Всемирного экономического форума Казахстан занимал 72 место. Уже в 2017 году он поднялся на 39-ю строчку. То есть улучшил свои показатели практически в два раза. Давайте послушаем. В одной из базовых отраслей экономики Казахстана, уранодобывающих предприятий, уранодобывающей отрасли, мы видим повышение производительства труда на 10%. Это очень высокий показатель. Буквально за короткий период, за один год мы достигли таких показателей. И хочется сказать, что проекты цифровой экономики, цифровые проекты, они тиражируются практически во всех отраслях экономики Казахстана. И мы видим уже первые эффекты, которые мы наблюдаем с точки зрения повышения производительства и повышения конкурентоспособности экономики Казахстана. Кроме того, Оскар Мамин отметил, что цифровизация в сфере транспорта уже позволила в два раза сократить время доставки грузов из Азии в Европу через Казахстан. Это, конечно, повышает конкурентоспособность страны. Европейские же инвесторы называют такие результаты впечатляющими. Вот что о них говорит президент Ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаликов. Давайте послушаем его. Они рисуют совершенно иной облик экономики Казахстана. Теперь страна может предлагать качественно другой уровень услуг, в том числе в транспортной сфере. Мы углубленно изучили инициативы Нурсултана Назарбаева по строительству транспортных коридоров. Как мы поняли, идея состоит в том, чтобы соединить проекты от ЕС и Китая с предложениями от Евросоюза. Европейские финансовые институты с интересом восприняли эту идею. Мы изучаем, каким образом мы можем участвовать в финансировании таких проектов. Скажите, Дана, а какие еще события запланированы в рамках форума? Он, как известно, будет идти три дня. Завтра здесь ожидают пленарную сессию с участием президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синза Абе, а также выступление директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард. Кроме того, в рамках Петербургского экономического форума запланирована презентация инвестиционных возможностей Казахстана. У меня пока на этом все. Лаура. Спасибо, Дана, за интересные подробности. Это была Дана Нуржан, наш российский собственный корреспондент. За разглашение секретной информации в рамках ОДКБ ждет уголовное наказание. Сенат одобрил изменения в соглашении о взаимном обеспечении сохранности секретной информации. Лицо будет нести ответственность в соответствии с законодательством своей страны. И вот, согласно поправкам, секретариат и объединенный штаб ОДКБ стали постоянно действующими органами. Раньше они носили статус компетентных. Ратификация протокола позволит унифицировать правовой механизм взаимодействия Казахстана с Арменией, Белоруссией, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Во всех этих государствах протокол ратифицирован и уже вступил в силу. В новой редакции четко прописано лицо, допустившее несанкционированное распространение секретной информации. В любом случае совершение такого нарушения находится под юрисдикцией того государства, гражданином которого оно является. В Таджикистане за разглашение там до 10 лет. У нас в тяжких случаях до 8. Поэтому в принципе можно говорить, что подходы одинаковые, но все-таки есть определенная специфика. Лаборатория Касперского поможет госслужащим Казахстана бороться с киберугрозами. Компания заключила меморандум о сотрудничестве с Министерством обороны и аэрокосмической промышленности страны. Подписание прошло в рамках международной выставки «Кадекс». Основной акцент делается на повышение уровня грамотности госслужащих в сфере информационной безопасности. Для уточнения, за последние три года количество кибератак в республике увеличилось в полтора раза и достигло 25 тысяч в год. Это несет не только финансовые риски, но и ставит под угрозу безопасность самого государства. Банки постоянно подвергаются подобным атакам. А банк это как элемент финансовой инфраструктуры, это тоже часть критической инфраструктуры государства. К сожалению, там не обошло стороной некоторые государственные органы власти. В общем-то, очень много организаций в Казахстане в прошлом году столкнулись с этой проблемой. Более того, атаки в этом году только растут. Атаки становятся сложными, еще более сложными, а не целевые, когда отдельная атака отдельного злоумышленника направлена на конкретную государственную организацию. И поэтому защищаться от них становится все тяжелее и тяжелее. Именно здесь государству в лице профильных министерств, официальных служб нужна помощь частной компании, с точки зрения их экспертизы, их ресурсов и их желание защитить государство, в котором они живут и работают. 500 тысяч устройств в 50 государствах пострадали от нового компьютерного вируса VPN-фильтр. При этом об этом сообщили в американской телекоммуникационной компании Cisco Systems. По их данным, опасное программное обеспечение поражает роутеры и хранилища информации. Хакерам удается не только похищать данные, но и выводить из строя цифровые устройства. VPN-фильтр также предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к зараженным компьютерам, которые они могут использовать для шпионажа, запуска новых вредоносных программ и атак. Как сообщают исследователи, некоторые из модулей программы специально предназначены для промышленных компьютеров, используемых на заводах и других объектах. В компании подчеркнули, что вирус особо активен в Украине. Кто стоит за кибератакой, пока не сообщается, но это уже не первый подобный случай. В прошлом месяце из-за массовой рассылки зараженных файлов Microsoft Word под ударом оказались финансовые и IT-компании в США и на Ближнем Востоке. Это угроза одна из самых сложных, с которой мы когда-либо сталкивались. Тяжело определить точное количество устройств, пострадавших в результате вируса, так как у него есть механизм саморазрушения. Но примерная цифра 500 тысяч по всему миру. Атака уже произошла, устройства заражены. Теперь все зависит от хакера, от того, кто стоит за всем этим. В любой момент вирус может быть активирован. Новые самолеты, вертолеты и ракеты. На полях Кадекс Казахстан подписал многомиллионные контракты на поставку боевой техники. Мы не только приобретаем, но и экспортируем. Какие страны заинтересовались отечественной продукцией, сообщит Ярнур Дожжанов. Для большинства посетителей выставка – серьезная торговая площадка. А демонстрационные заезды – прежде всего возможность показать товар лицом. Также потенциальные покупатели могут не только посмотреть военную технику, но и испытать, хоть и не в полную мощь. Желающим позволяют, например, занять место пилота. В павильонах представлены вот такие авиасимуляторы. Сейчас я нахожусь за штурвалом модернизированного штурмовика Су-25 производства Республики Беларусь. Управляя самолетом, можно воочию убедиться, как он ведет себя при полете и, конечно же, ознакомиться с техническими особенностями. К слову, такие штурмовики сегодня состоят на вооружении нашей армии. За первые два дня Казахстан подписал более 10 многомиллионных контрактов на поставку военной техники. Традиционно больше всего соглашений заключили с российскими производителями. В ближайшее время отечественная армия получит боевые вертолеты Ми-35, дивизион зенитно-ракетного комплекса «Бук» и многофункциональные истребители. Очень много контрактов с европейскими республиками, государствами и также с Российской Федерацией. Российская уже исторически нам поставляет самолеты. Подписан контракт на поставку восьми самолетов истребителей Су. С Французской Республики подписано оборудование для обеспечения связи с пилотами, то есть с авиацией и также подписаны контракты с различным мелким вооружением, военной техникой. Наша страна не только покупает, но и успешно продает. Уже заключены контракты на поставку военной техники и комплектующих в Турцию, некоторые страны Юго-Восточной Азии и Африки. Выставка продлится еще два дня. Переговоры продолжаются. Реализация проекта космического ракетного комплекса «Байтирек» начнется уже в этом году. А в 2022-м планируется первый запуск ракетоносителя «Союз-5» с пилотируемым транспортным кораблем. Об этом стало известно на международном форуме «Дни космоса в Казахстане». Заместители премьер-министров Казахстана и России уже подписали соглашение об исключении из аренды и передачи нашей стороне действующего ракетного комплекса «Зенит». Он будет модернизирован в «Байтирек». Эту задачу поставил президент Казахстана Носултан Абишевич Назарбаев. Казахстан, таким образом, имея свою стартовую площадку и осуществляя с нее пуски, войдет в так называемый клуб космических держав, в который на сегодняшний день входят всего лишь 12 стран. То есть Казахстан может стать 13-й страной, которая обладает своими пусковыми установками, и таким образом это повышает статус государства. В КНДР завершили демонтаж единственного в стране ядерного полигона Пхунгири. Об этом сообщили в нескольких СМИ. За процессом с расстояния почти 500 метров наблюдали иностранные журналисты. Сообщается, что на полигоне взорваны все три действовавшие шахты вместе с наземными постройками. По словам представителей Института ядерного оружия Северной Кореи, возобновление взрывов на Пхунгири уже невозможно. В ведомстве также подчеркнули, что утечки радиоактивных материалов в окружающую среду в результате демонтажа не зафиксировано. Но тем временем президент Америки Дональд Трамп отменил намеченный саммит с главой КНДР Ким Чен Ином. Об этом сообщил телеканал BBC. Точная причина такого решения пока неизвестна. Отмечается, что глава Белого дома считает эту встречу сейчас неуместной. Бизнесмены Казахстана и Азербайджана договорились укреплять деловые контакты. Речь об этом шла на казахстанско-азербайджанском бизнес-форуме в Баку. Казахэкспорт и Азпрома подписали меморандум о сотрудничестве, который подразумевает оказание поддержки бизнесменам, обмен информацией, организацию встреч деловых кругов. Отмечалось, что немало работы проделано для экспортно-импортных операций. В частности, наша страна реализовала в Азербайджан локомотивы на сумму 50 миллионов долларов. Сейчас в производстве находится вторая партия локомотивов и электровозов для азербайджанских железных дорог. По договоренности на уровне глав государств стороны намерены увеличить торговый оборот вдвое до 2020 года. Для улучшения связи Казахэкспорт планирует открыть представительство в Азербайджане. С этой целью мы организовали сегодняшний бизнес-форум, на который пригласили очень много предприятий со стороны Казахстана. В основном это машиностроение, это лидеры казахстанской индустрии на территории Казахстана. И Азпрома сегодня пригласили бизнес-сообщества со стороны Азербайджана, также крупные предприятия. Казахстан для нас важный торговый партнер. Мы видим, что есть очень широкие возможности для торговли, а также в области инвестиций. И мы должны воспользоваться этими возможностями. Поэтому считаю необходимым проведение таких встреч между деловыми кругами двух стран. И подписанный сегодня меморандум между Азпрома и Казахэкспорт направлен на реализацию работ в этом направлении. 67 казахстанцев получили стипендию по программе «Булашак». Они будут обучаться в магистратуре и докторантуре, а также стажироваться в ведущих научных и производственных центрах мира. Об этом сообщили на заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством госсекретаря Гульшары Абдекаликовой. На прошедшем девятом Астанинском экономическом форуме было отмечено, что в различных зарубежных вузах за счет нашего государства обучаются 13 тысяч казахстанцев. По мнению госсекретаря, приоритет образовательных программ – развитие способности к постоянной адаптации, к изменениям и усвоению новых знаний. По итогам заседания Абдекаликова дала ряд поручений по дальнейшей реализации международной стипендии «Булашак». В Каргандинской области создали первый региональный общественный совет, который будет следить за реализацией президентских инициатив. Задача контролеров – обеспечить качество выполнения главных социальных программ. Марина Золотарева побывала на первом заседании совета. Каргандинская область – одна из первых, где появился общественный совет. В его составе депутаты, представители Ассамблей народа Казахстана, ветераны газовой отрасли и общественники. Народные контролеры объединились в пять рабочих групп, каждая из которых будет следить за исполнением определенной президентской инициативы. Задача этих общественных советов и комиссий – не только контролировать, а помогать совместно, чтобы в конечном итоге была качественная реализация всех этих инициатив. Шахтерский регион готовится к переходу на голубое топливо. По его территории пройдет свыше 800 километров газопровода. От автоматизированных газораспределительных станций первыми будут газифицированы Караганда, Тимиртау и Жисказган. Строительно-монтажные работы начнутся уже в следующем году. Практически 70% населения и более 100 населенных пунктов получат доступ к природному газу. И это позволит улучшить условия жизни огромного количества домов и семей и даст новый импульс для развития малого и среднего бизнеса. К тому же это новые рабочие места, это развитие инфраструктуры, решение множества экологических проблем. По третьей социальной инициативе в регионе построят 4 новых общежития. Три из них за счет государственно-частного партнерства. К слову, в регионе обучаются порядка 8 тысяч студентов. Около 3 тысяч из них нуждаются в общежитиях. Марина Золотарева, Сайлау Игликов, Осета Саинов, Караганда, Хабар, 24. И на этом у нас пока все. С вами была Лаура Жакупова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok